Приветствую всех любителей шахмат. В данном ролике я предлагаю разобрать партию старых приятелей, 14-го чемпиона мира Владимира Крамника и американского гроссмейстера Хикару Накамуре, сыгранную в 2013 году. Владимир Борисович начинает партию английским. Началом Накамура выводит слонца на большую дорогу. После хода кони в 3 играет слон b7, Крамник завершает развитие конницы и Хикару открывает диагональ чернопольнику. Крамник захватывает пехоту и центр и продвижением цепять Накамура мог продолжить дискуссию в английском начале. Вместо этого он начинает свои хитрые проделки в защитевой талке. В результате Белый полностью захватили пехоту и центр, ну а Черный по заветам гипермодернистов пытается оказывать на него фигурное воздействие. Стороны готовят рокировку, Крамник уводит короля в безопасное место, Накамура строит малый пешечный центр и подготавливает выход коня на поле d7. Расмейстер и последовательно завершает развитие. Мы видим, что фигуры черных расположены довольно гармонично, можно даже сказать, что красиво, но и функциональность, особенно коней, вызывает большие вопросы. Короче говоря, позиция черных напоминает красивую девушку, но с низкими интеллектуальными возможностями. Крамник налаживает коммуникацию тяжелых фигур, Накамура защищается от вылазок на свою территорию и Владимир Борисович принимает довольно логичное решение перейти к староиндийской структуре, но с таким же тупым белопольным слоном, как и героиня нашего предыдущего повествования. Итак, на доске формируются пешечные цепи. Арон Немцович в подобной ситуации советовал проводить атаку базы пешечной цепи. Белые должны атаковать пешку Д6 и в целом на ферзьевом фланге, черный контур атаковать на фланге королевском, пытаться ставить мат вражескому монарху. И пошла вода горячая, белый играет Б4, черный отвечает ходом Ф5, угрожая выигрышам фигуры. Несмотря на это, Крамник продвигает пешку вперед. Выясняется, что в случае хода Ф4, белый проводят двойной удар. При взятии на поле Е3 с последующим ударом на Ц6, черный выигрывает пешку, но с такими дырами по белым полям их король долго не протянет. Гораздо сильнее смотрится продолжение слон Ц8 вместо взятия на поле Ц6. Хотя здесь белый пробивает на Д7, дальше препятствует короткой рокировке и планирует атаку отсталой пешки на поле Ц7, у черных никакой контр игры. В нашем же поединке американский гроссмейстер жадно жирает пешку на поле Ц5, превращая свою пешечную структуру на ферзевом фланге в одиноких доходяк. Владимир Борисович нападает на слона, черные защищаются ладьей, белый связывает Кобылянского, угрожая хлопнуть пешку на поле Ц5. Накамура сваливает королем из-под рентгеновских лучей в убежище, крамник ванзает пешку, нападая на коня. После взятия пробивает ферзем, атакуя коня Д7. На отступление съедает пешку, создавая еще одно нападение. Белые слоны разошлись не на шутку. Но понятно, что менять ферзей нехорошо, поскольку белые нападают на ладью, а также на коня. При этом поле Е8 контролируется белопольником. Так что в партии Накамура защищает лошадку слоном, но при этом теряет пешку на поле Е5. Дальше он меняет ферзей, и здесь необходимо было отойти ладьей на поле Ц8. После размина на Е7 и взятия пешки, черные защищают слона ладьей, при этом нападая на коня Ц3. При отступлении на А4 они пробивают на Е4, атакуя ладью. После отхода на Д1 меняют коней, нападают на второго коня. Белые в результате получают лишнюю пешку, но определенные шансы на спасение у черных все-таки есть. Но вместо этого в нашей партии Хикару Накамура играет король Ж7, защищая пешку, при этом отдавая качество. Видимо, рассчитывая где-то использовать провисание коней. Но Крамник не спешит забирать ладью на поле Б8 и пробивает на Ф5. На ответное отступление он меняется на поле Е7, съедает пешку после взятия на поле Ц3, отыгрывает фигуру и получает миллион лишних пешек на королевском фланге. Американский самурай не желает сдаваться и бьется до конца. Крамник защищает коня, черный активизирует ладью, белый устанавливает пешку на защищенное поле. Накамура нападает на пешку А4, белый шахует по шестой горизонтали, а дальше сдваивается по линии Е. В общем, белый получает уже четыре проходные пешки на королевском фланге. Накамура пытается отвлечь на себя внимание ладьи для того, чтобы дальше сдвоиться по первой горизонтали. Но Крамник играет слон Ц4, после взятия пробивает на Е4 с шахом. На отступление короля играет ладья Д4 и ходом ладья Х7 выигрывает ладью. Мата никакого нет, белые могут закрыться слоном. С учетом этого на 33 ходу Икару Накамура сдался. Вот такое получилось избиение у Италки в лучших традициях староиндийского кино. И в завершение разбора я хочу выразить благодарность за оформление спонсорской подписки Сергею Зеленске. Поддержите же его видео лайками, репостом и до следующих встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...